С этого года срок хранения кредитной истории жителей нашей страны сокращен с 10 до 7 лет. Об этом нашему телеканалу рассказали в отделении Банка России по Тверской области. При этом срок будет рассчитываться в отношении каждой кредитной сделки, а не в целом для всей истории. Отметим, что это не единственное изменение, вступившее в силу в январе 2022. О чем еще важно знать жителям нашего региона в материале Никиты Васильева. Сразу на три года с 1 января 2022 будет сокращен срок хранения кредитной истории россиян. При этом, как отмечают в Центробанке, новый срок хранения не будет иметь обратной силы и будет касаться лишь тех обязательств, изменения по которым произойдут начиная с этого года. Такой порядок, отмечают в регуляторе, соответствует международной практике. Он позволяет не учитывать в кредитной истории слишком далекие по времени события, оказывающие небольшое влияние на оценку кредитоспособности заемщика. Что очень важно, также теперь граждане могут оспаривать свою информацию по своей кредитной истории через кредиторов, а не через бюро кредитных историй, как это было раньше. По новой схеме кредитор, то есть это банки, МФО, кредитно-потребительские кооперативы, в течение 10 рабочих дней должны будут уведомить заемщика о том, что информация о его кредитной истории будет изменена, либо останется в прежнем виде. При этом прежняя схема оспаривания, когда гражданин обращается в бюро кредитных историй, которое затем взаимодействует с кредитором, также сохраняется. Однако в новом формате время оспаривания сокращается фактически в два раза. При этом Банк России ранее рекомендовал кредиторам предусмотреть возможность подавать заявление об оспаривании информации, содержащейся в кредитной истории в электронной форме. Еще одно нововведение, которое вступило в силу с 1 января этого года, также касается в первую очередь тех, кто хотя бы раз брал кредит. В частности, квалифицированные бюро кредитных историй с нового года станут рассчитывать индивидуальный рейтинг гражданина на основе единых подходов. Установлены стандартная шкала рейтинга от 1 до 999 пунктов и состав информации, которая будет предоставляться гражданину. Значение индивидуального рейтинга будет обозначено на цветовой шкале, отражающей различные категории. Низкая, средняя, высокая. Очень высокая степень кредитоспособности. Также должны быть указаны факторы, наиболее сильно влияющие на показатель индивидуального рейтинга. Теперь заемщик сможет в наглядной форме ознакомиться с оценкой своей кредитной истории в каждом квалифицированном бюро кредитных историй. Специалисты Центробанка уверены, что нововведение должно способствовать повышению финансовой грамотности населения. Субтитры создавал DimaTorzok